Неделю назад на телеканале ЗАП-ТВ вышел сюжет о руинах в селе Кадахта, которые не убирают уже несколько лет. Но есть и другая сторона села – светлая. С новой современной школой, которой могут позавидовать даже городские ребятишки. С новым детским садом, а главное – со стремительно растущим населением. Строится в паре километров от центра даже новый микрорайон. Активные жители своими силами облагораживают его, обустраивают детскую площадку. Все хорошо, кроме дороги. Выехать из микрорайона – задача повышенной сложности. Данная дорога была отсыпана, проградена и нормально сделана по соответствии с стандартом. Дорожная служба перекопала эту дорогу, основываясь на том, что администрация района не подала заявку на узаканивание этого поворота. Перерыли, поставили бетонные блоки и прокопали канаву водоотводную. Спросили, как переходить эту канаву в абсолютной темноте, потому что второй год уже нет освещения на остановке. Спросили, как переходить, они взяли эту же канаву, закопали. То есть сама суть этой канавы непонятна. Только это препятствие для жителей, чтобы попасть домой. В региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта прокомментировали ситуацию. Оказывается, бетонные блоки поставили для безопасности, а не наоборот. Когда строился микрорайон в районе Кадахты, мы сделали два примыкания официальных. То есть они официальные примыкания, которые у нас включены в паспортализацию дорожного движения. Эти два примыкания официально открытые. Да, в давнейшем просто администрация района, Карымского района, сделала правильные подъезды до самого населенного пункта. И жители самого микрорайона, так как им удобно было, по наиболее меньшему пути, сделали съезд себе, как называемый такой, дикий съезд к нашей дороге. Почему мы закрыли движение? Потому что там, во-первых, находится автобусная остановка. И для обеспечения и пассажиров, которые садятся на автобусы, и для обеспечения безопасного дорожного движения, мы, соответственно, поставили блоки. Впрочем, это не единственная жалоба жителей нового микрорайона. Большую сложность испытывают не водители, а дети, которые проделывают большой путь, чтобы добраться до школы. Дети идут в школу. Школа находится на расстоянии почти двух километров, если ехать на машине. И как положено идти, это нужно детям перейти. Автомобильную дорогу и железнодорожный транспорт, который постоянно в движении, переходит по тому трубопроводу, который постоянно затопляется водой в зимнее время. Автотранспорт, как нам пояснили администрация, не предусмотрен. Дети идут туда и в детский садик, и в школу. Жители могут жаловаться хоть сколько, сколько угодно. В одном населенном пункте мы не можем подвоз осуществлять учеников. Если бы были это разные населенные пункты, другой бы был разговор. А почему тогда свет не сделаете? Ну, много чего надо сделать. У нас ни в одной деревне, ну, редко в какой деревне есть там свет. Везде. Вот эти деревни у меня 27. Я их не могу одномоментно осветить, асфальтировать, пустить автобусы. Не так там все плохо в этих годах. В Краевом Минстрое сообщили, обезопасить часть региональной дороги, которая проходит через село, можно с помощью лежачих полицейских. Но администрация Карымского района должна сделать соответствующую заявку. Гулял Хасова, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.